доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на неделю с 13 по 19 апреля включительно для знака зодиака рыбы уважаемые рыбки напоминаю что гадание имеет общий характер она подходит и мужчинам и женщинам и тем кто в паре и тем кто одинок я уверена что досмотрев это видео до конца многие из вас для себя найдут важные советы и подсказки но не забывайте о том что расклад общий он не является вашим персональным по этому раскладу мы смотрим общие характеристики входящих событий этой недели также помните о том что негативные карты высвечивают слабые стороны в вашей жизни и благодаря от тому что что-то вы знаете заранее много в своей жизни вы можете менять и корректировать если это зависит от вас самих сейчас по традиции пока я буду перетасовывать колоду вы можете загадать картам один вопрос желания та карта которая останется на дне колоды и будет являться ответом на ваш вопрос да или нет думая о своем вопросе обязательно устанавливайте временной срок для того чтобы вы для себя понимали какой период времени для вас ваше желание проиграется или не проиграется кому нужно больше времени ставьте на паузу а мы с вами продолжаем уважаемые рыбки все карты вашего расклада перед вами и мы с вами начинаем его чтение первой карты для вас выпала пятерочка жезлов конечно же эта карта борьбы противоречий вы можете бороться как с людьми так и с системой эта карта может говорить о том что у вас есть враги либо вы в отношении кого-то настроены довольно таки агрессивно эта карта может говорить о конкурентах о завистниках о том что кто-то сознательно ставит вам или пытается ставить палки в колеса у многих из вас в вашей жизни нервы из-за каких-то конфликтов и споров вы постоянно с кем-то воюете постоянно с кем-то выясняете какие-то отношения нервы конечно же из-за этого нервы я вижу что вы люди довольно таки физически сильные у вас неплохой запас энергии но все-таки эта карта может говорить о различного рода недомоганиях для кого-то эта карта может показывать повышенную температуру поэтому в отношении своего здоровья именно в этом периоде повышенная внимательность я не вижу чего-то здесь резко негативного в вашем раскладе но тем не менее вас по этой карте также кто-то сознательно может втягивать в какую-то борьбу может быть вы не хотите с кем-то воевать выяснять отношения но вы волей или неволей втянуты и вам приходится отстаивать свои интересы и права карта может говорить о крайней раздражительности давайте посмотрим что произойдет течение всего этого периода что войдет в вашу жизнь здесь мы видим восьмерочку жезлов эта карта скорости движений обновления каких-то перемен в хорошем смысле этого слова у многих из вас начинается движение для тех кто болел эта карта может предполагать то что вы идете на поправку многие из вас остаются социально активны и продолжают вести с кем-то переговоры вы может кто-то из вас может продолжать решать рабочие деловые вопросы кто-то пытается развиваться даже находясь в изоляции вы пытаетесь чему-то учиться с кем-то контактировать и получать для себя новую информацию я вижу по этой карте что у вас заинтересовано очень много людей к вам могут поступать какие-то хорошие интересные предложения даже если это не предложение вот вы не одиноки в этом мире вас кто-то все равно поддержит если вы будете нуждаться в какой-то помощи вам ее окажут для тех у кого есть личный транспорт эта карта говорит о передвижениях для кого-то из вас это стрелы амура это любовь которая настигла вас это желание встреч свидание это телефонные звонки это желание близости желание видеть друг друга во что бы то ни стало и в общем то вы и сами понимаете что чем-то вам на сегодняшний день нужно ускоряться что-то решать быстрее и вы будете этим заниматься давайте посмотрим что происходит у наших семейных пар на вас выпала карта смерти на ваши чувства и на чувства вашего партнера мы видим четверочку мечей друзья карта смерти ни в коем разе не говорит о смерти на физическом уровне если при этом нет дополнительных соответствующих карт но я вижу что действительно многие именно из семейных пар находятся в глубокой изоляции вы можете находиться в крайней депрессии из-за того состояния в котором вы сейчас находитесь об этом говорит карта смерти это болезненные перемены и трансформации которые вам приходится принимать с надрывом в душе и в сердце и мы видим человека лежащего в постели то есть у вас даже нет сил что-то менять у вас опускаются руки от той ситуации в которой вы находитесь карты могут говорить о том что и у вашего партнера на сегодняшний день также дела не лучше это тоже изоляция в негативном смысле эти карты могут проиграться как то что вы оба болеете поэтому в этом периоде особое внимание в отношении своего здоровья не впадайте в панику не надо сразу думать о том что это коронавирус у вас у кого-то могут быть свои хронические заболевания которые просто в этом периоде могут давать обострение и в связи с ситуацией во внешнем мире вы можете себя накручивать и находиться в крайне подавленном состоянии многие из вас в этом периоде будут стоять для себя перед каким-то важным выбором как правильнее поступить что лучше сделать карты говорят о том что вам от чего-то нужно отказаться для того чтобы вашу жизнь вошло что-то новое наступили какие-то перемены и обновления вам нужно либо вычеркнуть какое-то общение для вас болезненно но в данном случае я вижу что у многих вот то что касается пар у многих отношения могут к сожалению доходить до разрыва и эти карты для кого-то могут показывать не болезнь а я вам всем искренне желаю счастья и здоровья а могут говорить о том что все-таки отношения кризисные и на грани разрыва карта смерти говорит о том что именно вы готовы быть инициатором разрыва этих отношений каждый из вас закрывается уходит в себя и для вас и для вашего партнера это больно отношения действительно были кармические непростые очень сложные вы очень много вместе пережили вашей душе происходит переворот сознания вам тяжело сделать этот болезненный шаг к разрыву но вы понимаете и чувствуете необходимость в этом ваш партнер также уходит глубоко в себя ему или ей нужна передышка большие обиды на вас непонимания ему или ей кажется что вы все время доминируете все время подавляете от вас может исходить агрессия ваш партнер вас таким или такой видит так он чувствует здесь состояние пассивности нежелания также восстанавливать эти отношения вам обоим нужен отдых эта карта со с вашей стороны может говорить о том что вы сознательно своего партнера выводите на какие-то тяжелые разговоры но он или она не хочет общаться у него или у нее нет сил нет желания что-то доказывать но ваш партнер сто процентов вынашивает какой-то план и надеется в будущем все-таки где-то в чем-то на вас отыграться у кого-то здесь могут быть проблемы наследство и имущество у кого есть старшее поколение эти карты могут говорить о болезнях стареньких родственников карты могут указывать и на лежачих больных людей которые не могут себе помочь то есть и вы возможно вынуждены кому-то помогать хотя и сами нуждайтесь какой-то помощи и поддержки конечно я возьму сюда дополнительные карты потому что карты довольно таки агрессивные и хочется больше ясности и понимания карта пятерочки мечей подтверждает что в паре есть конфликты семерочка жезлов говорит об обороне круговой обороне вы ругаетесь не только между собой в конфликт вовлечены еще какие-то родственники может быть ваши родители братья сестры кто-то дает какие-то советы кто-то лезет я так понимаю что вы своего партнера с поймали на чем-то горячим либо уличили его или и в какой-то лжи может быть это не ваш партнер а кто-то из ваших родственников который плел какие-то интриги и провокации и вы этого человека пытайтесь пресечь я вижу действительно вашу правоту очень много эмоций и с вашей стороны и со стороны всей родни кто-то плачет кто-то вас просит не делать того что вы хотите сделать но вы неумолимы карта шестерочки чаш говорит о том что кто-то из вашей родни все-таки глубоко за вас переживают у кого есть детки все это откладывается и на ваших детях они видят то что происходит с вами и чувствуют это эти карты предполагают то что все таки будет возможность попытки реанимировать эти отношения возможно что ваш партнер все-таки захочет сделать первый шаг навстречу вам либо вы его или ее все-таки захотите простить думая исключительно о детях карта совета для вас в этой ситуации здесь все-таки для многих вот видите больше не болезни а именно конфликт видите уже ситуация проясняется карта совета карта туза пентакли новых начинаний конечно вам нужно прежде всего сейчас думать о своих финансах о своем каком-то интересе для многих из вас эта карта говорит о совершенно новых возможностях которые откроются вашей жизни если вам тяжело друг с другом и вы не можете быть вместе лучше не мучиться а предоставить друг другу свободу и у вас и у вашего партнера может появиться шанс что-то поправить или изменить в вашей жизни у вас такой шанс будет сто процентов создать новую семью новые отношения при желании вы можете реанимировать и эти все будет зависеть исключительно от вас но я вижу что судьба за что-то вас вознаградит за какие-то ваши страдания за какие-то ваши переживания за какую-то боль за те испытания которые вам приходится проходить и те которые вы уже прошли ранее что происходит у тех кто одинок для тех кто в свободном поиске по этим картам мы рассмотрим и вашу личную жизнь и события этой недели для вас в общем мы видим карту старшего аркана силы карту королевы пентаклей и девяточки жезлов очень интересные карты у наших свободных рыбок ситуация получше я вижу что вы начинаете расправлять свои плавнички начинаете действовать начинаете двигаться вы не готовы сидеть и ждать что в вашей жизни что-то изменится само собой в особенности если смотрит меня женщины вы начинаете ситуацию своей жизни брать под свой контроль карта силы говорит о вашей внутренней уверенности стержни мощи энергетики вашей внутренней мудрости благодаря которой вы сможете справиться со многими проблемами как только вы воспользуетесь тем опытом который у вас уже есть карты говорят о том что будьте настойчивы идите к своим целям во что бы то ни стало на вашем пути также могут возникать люди которые могут создавать вам какие-то препятствия и помехи но вы справитесь поверьте вы уж точно справитесь уважаемые рыбки женщины карта королевы пентаклей может показывать вас самих в этом периоде как женщина очень практичную очень деловую и основательную вы умеете просчитывать какие-то шаги и варианты наперед это скрупулезное планирование своей жизни в будущем и вообще своих действий вы очень бережно относитесь к деньгам вы умеете однозначно зарабатывать многие из вас на сегодняшний день уже могли чего-то достичь добиться кто-то может быть работает на себя но даже если это не так вы показаны как женщина очень самодостаточная для мужчин эти карты могут говорить о том что на вашу жизнь большое влияние именно для одиноких мужчин имеет женщины земной стихии это может быть телец дева или козерог по гороскопу но не обязательно возможно это дама с которой вы решаете деловые коммерческие вопросы с какой-то женщиной у вас могут быть напряженные разговоры из-за денег либо она пытается оказывать на вас в чем-то давление давать вам какие-то советы либо вы пытаетесь получить какой-то свой интерес и с этой женщиной вам приходится договариваться также из внешнего мира есть много тех людей с которыми вы не хотите общаться это какие-то навязчивые особы люди назойливые как мухи вы готовы от кого-то откреститься но от этих людей как будто бы невозможно отделаться они постоянно дают о себе знать могут вам названивать могут выискивать вас в соц сетях и писать вам какие-то сообщения эта карта также может предполагать какую-то сложную жизненную конфликтную ситуацию когда вы занимаете круговую оборону вот в чем-то вы чувствуете свою правоту и не готовы кому-то в чем-то уступать и вы действуете действительно правильно я вижу что несмотря ни на что у вас также есть и единомышленники те люди которые вам помогают и те люди которые вас ценят кто-то пытается совершить какие-то поездки какие-то дороги ясное дело что сейчас на дальние расстояния куда-то поехать не получается но по местности у многих у кого в особенности есть транспорт я вижу что вы пытаетесь куда-то ездить с кем-то встречаться что-то решать вы понимаете что жизнь продолжается и нужно жить в общем-то все три карты показывают вас как людей очень сильных и мощных в особенности женщин для мужчин это с одной стороны женская помощь с другой стороны вот у вас женщинами постоянно идет какое-то противоборство и какой-то сплошной конфликт это могут быть и партнерши с которыми вам тяжело выстраивать отношения но это может быть еще кто-то из вашей семьи мама или сестра и тетя бабушка женщина которая дает какие-то советы а вы особо не хотите слушать если говорить о вашей личной жизни рыбки женщины очень красивы вы в рассвете своих сил и возможностей на вас очень многие обращают внимание поверьте что ваша личная жизнь зависит исключительно от вас самих если вы захотите чтобы вашу жизнь вошел кто-то новый такой человек у вас появится но сейчас вот такое впечатление что нет рядом достойных предложение есть есть возможность каких-то встреч карты могут говорить о том что либо что-то не получается либо вы сами этих встреч пока не хотите и здесь есть еще люди со стороны которые все-таки пытаются вмешиваться в вашу личную жизнь они постоянно заглядывают вам через плечо интересуются как вы живете что вы едите что вы делаете и вам действительно от таких навязчивых друзей нужно держаться подальше для свободных рыбок карты выпали довольно таки неплохие они говорят о том что приложив максимум усилий для того чтобы что-то поменять своей жизни вы действительно что-то сможете поменять в особенности если смотрят меня женщины также для свободных рыбок эти карты могут говорить о том что для тех кто работает на вас в рабочих процессах может кто-то пытаться оказывать какое-то давление и вам приходится оказывать противоборство это какие-то конфликты трения для тех кто не работает все-таки вам может оказать материальную помощь и поддержка женщина не простая дамочка но с ней можно договариваться также эта карта может говорить о том что кто-то переживает из-за своих дорог и поездок у кого-то работа может быть связано с каким-то движением и здесь может что-то пока стопориться но даже если у кого-то в работе есть временная остановка ваша работа останется за вами что происходит в рабочей деловой среде для всех мы видим девяточку пентакли карта прекрасная она говорит сама собой о деньгах о финансах в этом периоде многие из вас на руки получат какую-то кругленькую сумму денег это те деньги которым вы сто процентов порадуйтесь и сможете их применить по своему усмотрению если меня смотрит женщина эта карта может говорить о том что в работе вам покровительствует какой-то мужчина но вы и сами самодостаточная практичная особо от вас может еще кто-то зависит другой от вашего мнения и от ваших действий для кого-то эта карта может говорить о женском руководстве о том что вы завести от дамы но и в общем так как эта карта выпала в сердце вашего расклада эта карта лишний раз говорит о том что именно женщина кому-то может помочь материально для тех кто нуждается даже в этот период многие из вас могут начинать искать работу те кто не работает проявите терпение и упорство многие из вас смогут найти именно то что ищут в любом случае карта материальная и она говорит о том что и у тех кто работает и кто не работает. И у одиноких, и те, кто в паре, все равно к вам будут прибывать какие-то деньги. И рядышком мы рассматриваем дом ваших финансов. Вот видите, выпала карта Пажа Жезлова. Она говорит о том, что много суеты из-за денег, но проявив собственную инициативу, денежный вопрос для себя вы сможете разрешить. Из-за денег много волнений, но вы понимаете, что очень многие процессы в вашей жизни именно в ваших руках. Я вижу, что многие вкладывают свои деньги или в детей, или во внуков. Также кто-то из вас может чему-то учиться и есть желание развиваться. Кто-то может тратить деньги на свое образование, на приобретение нужной литературы или информации. Что происходит во внешнем мире? На внешний мир выпала карта Пятерочки Чаш. Это карта болезни. И как раз вот здесь красноречиво прослеживается карантин и болеющие люди. Но, друзья, из-за этого у многих подавленное состояние, из-за этого у многих начинаются депрессии, начинается какой-то психоз. Многие из вас действительно боятся вот этой болезни, боятся заболеть. Кому-то из вас кажется, что выхода нет и все плохо. Но поверьте, по Пятерочке Чаш не так страшен черт, как его молюют. Карты говорят о ресурсах вашего организма. Даже если у кого-то будут какие-то легкие недомогания, все равно есть возможность поправить свое здоровье. И помните о том, что все болезни начинаются прежде всего из-за нервов. Но для кого-то эта карта может говорить об эмоциональных переживаниях душевного характера, то, что касается вашей личной жизни. С кем-то вы не находите общего языка, с кем-то вы не хотите общаться. Возможно, вы с каким-то человеком конфликтовали ранее, либо расстались. Этот человек в этом периоде может давать о себе знать. Тем самым ранее лишний раз ваше сердечко. У вас нет желания общаться с этим человеком. Для кого-то это предательство друга или подруги, не обязательно родственника. В ком-то вы сильно разочаровались. И вы сами сознательно закрываетесь от этого общения. То есть для каждого эта карта может проиграться по-своему. Я желаю вам всем, чтобы для каждого эта карта проигралась максимально безболезненно. Давайте посмотрим, чем для вас завершится этот период этой недели. Семерочка мечей. Говорит о каком-то неизбежном конфликте, но это конфликт, который вызревает за вашей спиной. За вашей спиной придутся какие-то интриги, сплетни, провокации. Как минимум два человека объединились, либо ополчились против вас. Вам может кто-то нанести удар неожиданно, и только в последний момент вы поймете, кто ваш враг. Также эти карты могут предполагать то, что опасность рядом. Именно со стороны тех людей, которым вы доверяете больше всего. По этой карте кто-то может претендовать на что-то ваше. То, что по праву принадлежит вам, кто-то может желать у вас что-то отобрать. Какими-то нечестными методами, провокационными действиями, заговорами и подставами. Все-таки на эту карту я, пожалуй, возьму дополнительную, для того, чтобы понимать, чем для вас эта ситуация закончится, и как вам нужно действовать. Чем для вас закончится эта ситуация. Выяснением отношений все равно предстоит борьба. Видите, карта пожа. Мечей говорит о хлопотах, о переживаниях, о нервах, о напряженных разговорах, спорах и различного рода провокациях. Своих обидчиков прощать вы уж точно не захотите, и вы будете действовать. Чем для вас закончится эта ситуация. Карта суда. У кого-то эти карты могут говорить о прямых судах, о разбирательствах. В конфликт вовлечено, может быть, много людей, и вы понимаете, что что-то нужно делать, что пришло время действительно каких-то решительных действий и перемен. Это вынуждены, к сожалению, перемены, но вам их нужно принять, для того, чтобы вас кто-то не подавил полностью. Вам придется защищаться. Также те, у кого есть дети, подростки или взрослые дети. Это какие-то неожиданные ситуации, которые могут возникнуть либо с детьми, либо из-за детей. Вот здесь нервы. Это то, чего вы можете не ожидать. Поэтому постарайтесь по максимуму себя обезопасить от какого-то негатива. Возможно, вы знаете, о чем идет речь. И карты вам уже дают подсказочку. Еще одна карта суда же. Карта светлых сил говорит о том, что рано или поздно вы победите в какой-то борьбе, какую-то сложную задачу для себя вы решите. Ваши враги будут дестабилизированы. Это и помощь, и защита, и покровительство ваших сил. И также, даже благодаря вот этой негативной ситуации, помогут поменять в вашей жизни что-то в лучшую сторону. И чем быстрее вот это что-то произойдет, тем даже лучше для вас. Давайте посмотрим неожиданности этой недели. Они могут быть как положительными, так и негативными. И здесь мы видим три карты. Король Пентаклей, карта старшего аркана Мага и карта Туза Чаш. Обратите внимание, что даже младшие арканы довольно-таки значимые. Карта мужского лица говорит о том, что если смотрят меня женщины, большое влияние на вашу жизнь имеет мужчина. Этот мужчина может вам помочь материально. Но, возможно, помогая вам материально, он где-то в чем-то вами манипулирует. Либо хочет от вас каких-то обратных действий, либо какой-то своей выгоды. Для мужчин-рыб эти карты говорят о том, что вы сможете для себя в этом периоде разрешить многие финансовые, в том числе и рабочие вопросы. Ваш ум, ваша тактика, ваша стратегия, ваша последовательность во многом вам помогут. Если вам нужно будет на кого-то повлиять, пойти на какую-то хитрость, действуйте. Карта мага говорит о том, что вы обладаете даром красноречия, убеждения. И это то, что вам поможет. Но, возможно, то, что касается коммерческих дел, здесь тоже кто-то вам помогает, но хочет получить взамен какую-то выгоду. Что интересно, что многие из вас могут обдумывать какие-то новые финансовые проекты. Возможно, даже не один проект, а сразу несколько дел, которые вы хотите в будущем совместить для того, чтобы наладить свои финансы. Многих из вас будет поддерживать кто-то из ваших самых-самых близких людей. Это может быть даже один человек, но вас любящий. Но здесь тоже даже ваша родня надеется на какой-то обмен. Они помогли вам, вы помогли им. Если говорить о ситуации треугольников, милые женщины, вот кто находится в таких ситуациях, ваш мужчина пытается оказывать на вас давление. Да, человек не глупый, человек умный, очень прагматичный и расчетливый. В отношении вас он настроен довольно-таки серьезно, но иногда он вами немножечко играет, перетягивает внимание на себя. Ему хочется, чтобы вы говорили все время о нем, хвалили его, возносили его. Но здесь также есть и эмоции, также есть чувство и привязанность, желание встреч и свиданий, желание близости. Для мужчин эти карты говорят о том, что если вы находитесь в треугольниках, у вас может быть еще конкурент. Вы также пытаетесь где-то в чем-то своей партнершей манипулировать, но и она успешно проделывает с вами то же самое. Хотя между вами есть чувства, и ваши отношения могут развиваться дальше. Для тех, кто все-таки задумал какие-то новые коммерческие проекты, возможно, вам предстыд разговор с мужчиной земной стихии, стилец, дева или козерог по гороскопу, но не обязательно, может быть, это просто деятельный человек, который при деньгах и совместно с этим человеком вы что-то решаете. Карта совета для вас на эту неделю и также ближайшего будущего. То, что может ожидать вас в течение ближайшего месяца. Десяточка жезлов. Говорит, конечно, о каких-то переменах. К сожалению, для вас не очень приятных и где-то болезненных. Также эта карта говорит о том, что вам нужно больше думать о своем отдыхе и о своем здоровье. Многие из вас на свои плечи взвалили очень много обязанностей и проблем. Вы несете какую-то тяжелую ношу. Вы взвалили ее на свои плечи совершенно добровольно и сознательно, потому что вы ответственные и порядочные люди. Несмотря ни на что, даже для тех, у кого на сегодняшний день в жизни проблемы и трудности, вы готовы будете их преодолевать и идти вперед. Несмотря на неплохое здоровье, эта карта все-таки может говорить о каких-то обострениях по здоровью. Поэтому поберегите себя любимых. Для кого-то карты могут указывать на болезни спины, позвоночника, опорно-двигательного аппарата, поясничный отдел, шея, голова. Это то, что в зоне риска, и вам действительно нужно больше отдыха и постараться разгрузить те проблемы, в которых вы сегодня находитесь. Но карта говорит также и о том, что приложив максимум усилий, упорства, труда, вытяжки и терпения, в чем-то для вас желаемого результата все-таки вы достигнете. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос, да или нет. И здесь для вас выпала карта четверочка жезлов. Это стопроцентно уверенно да. Вы очень порадуетесь полученному результату. И своей радостью вы сможете поделиться еще с кем-то из родных и близких. Здесь вас кто-то поддерживает. И даже если вы сейчас затрудняетесь самостоятельно разрешить свой вопрос, эта карта говорит о том, что кто-то вам может помочь из ваших самых-самых близких, либо самых-самых преданных друзей. Но помните о том, что наш мир очень иллюзорен. Я вижу, что помимо друзей у вас много и врагов. Научитесь отличать истинных друзей и тех, кто не желает вам добра. Кто-то в завершении этого периода может проявить себя и в отношении вас проявить какую-то агрессию, и, возможно, вы поймете, кто это. Но все-таки правда на вашей стороне. Вот таким был для вас расклад на эту неделю. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Всем позитива, всем хорошего настроения. Думайте о хорошем, и оно непременно войдет в вашу жизнь. Нажимайте пальчиком на колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующее видео. Ставьте лайки за проделанную мной работу. А сегодня, друзья, я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч, до новых видео. Сегодня всем пока!